Всем привет! Меня зовут Мила и сегодня я хочу поговорить о своей беременности в Таиланде. О том, что я беременная, я узнала буквально на третьей неделе срока. Мы как раз вернулись тогда с отпуска. И весь отпуск, пока мы были, мы как раз отдыхали, между прочим, эти три недели. И как раз пока мы вот отдыхали, я была очень раздражительна. Меня все раздражало, все бесило. Мужа и дочку мою старшую это очень все напрягало, потому что обычно отпуск у нас всегда проходил крайне спокойно и хорошо. А тут такая раздражительность, неадекватность мамы всех очень напрягала. И вот когда мы вернулись с отпуска, полосочки, заветные две мы увидели на тесте на беременность. Были очень рады все, все начали планировать, как, что будет. Все уже заранее были настроены, что будет у нас девочка, потому что дочка старшая хотела сестренку. Мы с мужем, в общем-то, тоже хотели девочку. И, естественно, уже начали все планировать. Буквально на сроке в 12 недель мы уже купили даже кроватку с намеком, что будет девочка. Но еще, естественно, не знали, что будет у нас маленькая доченька. Вот, буквально уже на шестой неделе я почувствовала себя крайне плохо. У меня начался безумный токсикоз, любые запахи, любая абсолютная еда. И я тут же находилась в туалете. Я буквально, начиная с шестой недели по 24 неделю беременности, жила в четырех стенах. Я не могла не выйти на улицу, я не могла даже ходить передвигаться по дому. У нас достаточно большой дом, три большие комнаты, но я находилась только в нашей спальне. Потому что запахи меня, конечно, очень сильно бесили, раздражали мою пищеварительную систему. Это было очень-очень тяжело. Меня тошнило абсолютно от всего. И тогда я уже могла предположить, что, скорее всего, будет точно у нас доченька. На 24 неделе мне стало уже легчать. И стало все переноситься гораздо легче, чем до этого было. Уже стала как-то переносить запахи мяса. До этого с запахами мяса вообще я не дружила. Рыба, мясо. Любые, в общем-то, так скажем, продукты, которые не относились к сладкому, меня выворачивало просто наизнанку. Мне было безумно плохо. Я не знала, что делать, как быть. И, в общем-то, большую часть времени я спала. Я, наверное, спала по 20 часов в сутки. Потому что я просыпалась, ела, меня тошнило, и я снова засыпала. И так у меня проходил день в каком-то незабытие в каком-то. Потому что я постоянно отключалась, и было безумно плохо. Я похудела. Забеременев до 24 недели я худела. Причем худела основательно. Я похудела примерно на 4,5 килограмма за это время. Хотя до этого занималась упорно фитнесом, но похудеть у меня никак не получалось. А тут, благодаря вот такой вот системе, похудела. После 24 недели стало все гораздо проще. Уже стало есть и рыбу, и мясо. И, в общем-то, легко стало приносить запахи жареного, вареного. Хотя до этого было крайне тяжело. Но надо сказать, что беременность в Таиланде, но это с моей точки зрения. Многие говорят, что наоборот легче. Для меня беременность в Таиланде прошла крайне тяжело. Вспоминая свою первую беременность, у меня тоже был очень сильный токсикоз. Мне так же тяжело было ходить. И причем по срокам примерно было то же самое. Да и надо сказать, скорее всего было то же самое. Потому что старшую дочку я родила 16 января, а младшую дочку я родила 18 января. То есть, понимаете, что период беременности, в общем-то, проходил примерно в один сезон. И вот с первой дочкой, когда начало холодать в России, потому что первая беременность у меня проходила в России и 10 лет тому назад. Боже, какая я старая. И беременность проходила как раз, получается, в те же самые месяцы, что и со старшей дочкой. Так вот, когда со старшей дочкой, как раз там в сентябре, в октябре у меня был срок 20-24 недели. Мне стало легчать, когда я беременность была в России. А здесь, как раз сентябрь и октябрь, здесь по-прежнему жарко. Я так ждала, что наконец-то будет прохладно, свежо, хорошо. Здесь обычно, кстати, последние года 3-4, начиная с декабря, где-то с середины декабря, по середину января бывает даже плюс 15-17 градусов. В этом году, когда я с дочкой, с младшей, ходила беременность, холода не было вообще. И это, естественно, меня крайне расстроило, потому что я так ждала, что наконец-то похолодает, а пузо все растет, растет. А мне все хуже и хуже. В общем, беременность в Таиланде на меня так не произвела такого впечатления, как на многих. Может быть, из-за того, что я здесь долго живу, уже около 5 лет, даже, наверное, побольше. Может быть, поэтому я уже адаптировалась, то, что здесь так тепло. И для меня, и что здесь фрукты есть круглый год, и что здесь комфортная погода, море, солнце, песок. И поэтому, может быть, на меня и не произвело такое впечатление. Для людей, наверное, которые целенаправленно летят в Таиланд, выхаживать беременность, для них, наверное, здесь комфортно. Для меня же было безумно дискомфортно. Честно, я бы лучше поодевала бы шубы, теплые куртки. Но воздух, прохладный воздух, он был мне просто необходим. Я, в общем-то, и сидела, начиная там с шестой недели по 24 недели в четырех стенах, только из-за того, что в этих четырех стенах был кондиционер. И как только я выходила на жару, там смешивались эти безумные запахи, плюс эта жара, они, в общем-то, очень оказывали негативное влияние на меня. Мне было очень тяжело, вплоть до того, что чуть ли не в обмороге падать. Ну, так вот, доходя до декабря, в надежде, что наконец-то похолодает, надежды мои не оправдались. Холода так и не было. Наступил Новый год, пузо росло, а холода все так и не было. И в итоге, после Нового года, 18-го числа, мне назначили кесарево сечение, у меня было плановое кесарево сечение. Холод наступил буквально на седьмой день после того, как я родила. Как раз тогда, когда он вообще был мне нужен. Но об этом уже потом. Беременность в Таиланде ведется совсем не так, как в России. Врачи здесь более, скажем так, пофигистичные, чем в России. Если у вас ничего не болит, значит никаких проблем, так скажем, у вас нет. То есть, если вы в России приходите, и вам кровь из носа на каждом сроке, на каждом месяце вы сдаете кровь, вы сдаете мочу. Ну, в общем, целый пакет анализов. Там на всякие ВИЧ, СПИДы и тому подобное. Вы сдаете регулярно мазки какие-то. Ну, я помню, что я, когда ходила в Россию беременную, меня просто замучивали всеми этими анализами. Постоянно надо было что-то сдавать. Здесь такого нет. Здесь вплоть до того, что ты приходишь, ты просишь, чтобы у тебя взяли анализы. Они говорят, мадам, вам не надо, у вас все окей, у вас нет никаких проблем, зачем вам это делать. Помня, как это было в России, даже 10 лет тому назад, то разница кардинальная. Потому что в России на каждый приход в врачу, там, раз в месяц сначала, потом два раза в месяц, потом каждую неделю, по-моему, уходишь. Там постоянно ты сдаешь какие-то анализы. Мазки, кровь, мочу. Здесь, в общем-то, им на все наплевать. Я, когда пришла становиться на учет, кроме как мочу, причем мочу у меня взяли для того, чтобы с помощью теста на беременность определить, беременна ли я или нет. И еще мочу проверили на сахар. Это был мой первый визит к врачу, когда меня ставили, так скажем, на учет по беременности. Это было буквально 4 недели беременности. Сделали странную какую-то прививку. Вообще, вот, я не помню, чтобы мне делали какие-то прививки в прошлую мою беременность. Если сейчас делают, что-то изменилось в России, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что для меня это было удивительным, когда мне сказали, что мне надо сделать какую-то там прививку. Вот, сделали прививку, к стоматологу отправили и УЗИ. На УЗИ сказали, сори, мы еще ничего не видим, потому что слишком все маленько, мы вам сделаем потом УЗИ. И потом, знаете, это до какой недели было, наверное, до 12 или 13 недели они делали УЗИ. И то, там у меня сделали УЗИ только из-за того, что я поменяла клинику. Сначала, в общем, государственный первый госпиталь был Интернейшнл. Да, живем мы в Паттайе. Интернейшнл Паттайя Хоспитал, по-моему, он так называется. Второй был Мемориал. Это вот как раз коммерческий госпиталь, где я всю беременность пронаблюдалась. И последний госпиталь был в Сираче, Королевский госпиталь. Вот, там я уже дохаживала свою беременность, там последний месяц беременности. И рожала я тоже там. Все мои затраты по беременности я оставлю внизу под видео. Там, вплоть, у меня все сохранились, абсолютно все чеки, сколько что стоило и за что я отдавала деньги. Внизу я приведу, напишу, сколько на все потратилось, сколько стоил мой визит, что туда входило. И, соответственно, цены на это все, чтобы вы могли себе представить, сколько, в общем-то, стоит, в принципе, беременность в Таиланде наблюдаться. Вот, когда меня перевели, когда я перевелась в коммерческий госпиталь, мне стали делать УЗИ буквально на каждом визите, когда я приходила к врачу. Когда я говорила, может быть, мне это не надо, мне говорили, да это что, это надо, ничего плохого. Ну, в общем-то, полазив по интернету, я поняла, что, в общем-то, если мне будут делать УЗИ, каждый раз ничего плохого в этом не будет. Ну, и вот я с этим решила согласиться. Каждый раз мне я приходила делать УЗИ, и надо, они не ставили эту сумму в счет, делая УЗИ. То есть, многие говорят, что это как бы они хотят выкачивать деньги из вас, но в моем случае УЗИ мне делали, но я не платила за это. То есть, ну, в общем, врач, так скажем, перестраховывался, чтобы знать, что все нормально. Потому что у меня буквально до, наверное, до 18-19 недели были небольшие кровоподтеки. Кровь втекла, мы боялись, что будет выкидыш. Врач постоянно смотрел, делал УЗИ, убеждался, что все хорошо. И как бы я выдыхала спокойно. Кто у нас мальчик или девочка, мы долго не могли узнать. Потому что каждый раз, когда нам делали УЗИ, мы с замиранием сердца складывали пальчики и ждали, кто же, кто же. Но она у нас все время скрывалась и поворачивалась. То ножка закрывалась, то как-то сворачивалась комочком, что не было возможности увидеть, кто там. И узнали, что у нас будет девочка на 21-й аж неделе. Хотя могли это еще буквально там на 16-й, на 17-й многим видят. Мы вот до 21-й недели находились не в ведении. Но это они находились не в ведении. Я-то знала, что у нас будет однозначно девочка. Потом, буквально на 30-й неделе, мы решили, что мы все-таки поменяем госпиталь. Потому что в Мемориале нет реанимации детской. И они говорят, что спасать нашего ребенка будут в том случае, если мы положим на счет миллион бат. И только тогда нас перевезут в реанимацию в Бангкок госпиталь. Ну, естественно, как-то таких денег у нас нету. Поэтому мы долго очень мучились. Как же нам перестраховаться? Потому что непонятно, что может быть там в родах. Хотя мы знали изначально, что у нас будет кесарево. Но все равно, кто знает, что может там случиться и какая помощь вам понадобится по факту. И мы начали искать варианты возможные, что же делать. Мы сразу откинули в госпиталь, который находится в Паттайе. Потому что, в общем-то, ни в одном госпитале в Паттайе нету детской реанимации. Кроме Бангкок госпиталь, который, я уже говорила, что просит, чтобы был депозит в миллион бат, которого у нас нету. И мы начали рассматривать все возможные варианты. Как же нам, если вдруг в случае чего-то нехорошего, нам попытаться спасти наше чудо маленькое. И после разузнаваний по всем знакомым, по долгому лазению по сайтам, мы обнаружили очень хороший госпиталь в Сираче. Квинсаванг Сирача хоспиталь, по-моему, называется. Но внизу под видео я напишу, как госпитали назывались, как все три моих госпиталя, в которых я наблюдалась, назывались. Вот. Мы обнаружили этот госпиталь. Многие русские там рожают, и много очень хороших отзывов об этом госпитале. Мы решили, что будем рожать государственным госпиталем. И, если честно, глядя вот сейчас уже с позиции, как пережив все это, я могу сказать, что это было самое правильное решение. Беременность наблюдалась, я там, получается, с 30-й недели и по 37-й, потому что меня раскисорили на 37-й неделе, получается. Но они там посчитали, что у меня типа 39 недель, что-то около того, а по моим внутренним подсчетам было, что 37 недель. Но, если честно, потому какая родилась у меня дочка, всего 2,5 килограмма, скорее всего, я была права, а не они. Вот. Там наблюдали меня уже более досконально. Мне врачи уже, так скажем, более настойчивые были. Такие больше похожи на наших русских врачей, потому что у меня, например, есть пирсинг в пупке. И когда я была с первой дочкой беременной, меня всю беременность наши русские врачи заставляли вытащить сережку из пупка. Они мне говорили, что это очень плохо для ребенка. Когда я задавала вопрос, чем это плохо для ребенка, они не находили мне ответы, но говорили, это очень плохо. Так вот, здесь я проходила беременность до 30 недель. Ни один врач мне не сказал ничего. Сказали, все окей, типа, ходи. Даже УЗИ мне не просили снимать ее, а также сделали спокойно с сережкой в пупке УЗИ. А вот когда я перешла в этот госпиталь, в Сирачу, там уже врач мне сказал, что если я в следующий прием приду с этой штучкой в пупке к ней, она меня просто принимать не будет и выгонит. Поэтому, как бы, выбора у меня было немного. Пришлось вытаскивать сережку из пупка. Но, тем не менее, сразу после того, как меня прооперировали, у меня было плановое кесарево, вот, я все-таки ее обратно засуну. Но это уже в следующих видео. Следующее видео как раз будет о моих родах в Таиланде. Это у меня будет, это у меня было второе мое кесарево сечение. Тоже потом сравним, как все происходило. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, не забываем ставить пальчики вверх и, конечно, подписываться на мой канал. А пока, всем пока-пока!